Вы помните, что есть только два основных типа литературы, это поэзия и проза, и поэтому мы говорим с вами не просто о в очередном каком-то вопросе, который обсуждается в истории и теории литературы, а мы говорим с вами о одном из самых фундаментальных явлений мировой культуры, то есть о поэзии. Вначале о термина. Термин поэзии очень старый, это древнегреческий термин. Происходит от древнегреческого «поисис», что означает «творю». Поэтому поэзия в переводе означает «творение», «творчество». Вот ее дословный перевод. Надо заметить, что на протяжении огромного количества столетий, ну практически до середины девятнадцатого века и начиная с античности, это две с половиной тысячи лет, словом «поэт» было принято обозначать любого, кто пишет что-либо, так сказать, посредством слова, то есть творящего посредством слова. К поэзии, как к виду творчества, относили и прозаиков, скажем так, и только со середины девятнадцатого века начинается водораздел. То есть поэт – это тот, кто пишет стихами, а писатель, прозаик – это тот, кто пишет прозой. Так что это достаточно недавнее событие. Это к вопросу, так сказать, такой краткой справки, чтобы мы просто себе это представляем. Генезис поэзии, то есть откуда и почему она вообще взялась, уходит в абсолютно реликтовые глубины. Причем реликтовые глубины не только человеческой истории, потому что человеческая история на фоне, скажем так, истории мироздания. Это краткий миг, это действительно некая вспышка, которую мы очень, неважно, знаем, мы вообще знаем, что происходило на этом свете, ну, примерно 6 тысяч лет. Больше мы ничего не знаем по этому поводу. Так вот, история поэзии уходит в глубины самого мироздания. И на сегодняшний момент в целом ряде концепций, причем концепций высокого ранга, уже понятно, что есть только две вещи в мировой культуре, которые на самой поверхности, перед нашим носом, отражают и выражают глубочайшие тайны мироздания. Просто мы не умеем их читать. Вот к таким двум уникальным в этом смысле вещам относятся только две. Это поэзия и это музыка. Они вышли из общего корня. Они на протяжении тысячелетий шли вместе. Теперь они, конечно, развились в две самостоятельные сферы, но у них очень много общего. Вот что у них общее, это мы сейчас будем уточнять. Прежде всего, общее у них то, что они обе, и поэзия, и музыка, выражают глубины закономерностей мироздания. Возникает вопрос, какие закономерности. Еще древние греки, и это было величайшим прозрением, величайшей интуицией этой баснословной эпохи, о которой мы знаем очень мало и еще меньше понимаем, что там на самом деле происходило. Вот еще древние греки поняли, что мир не представляет собой хаос, что мир представляет собой космос. То есть нечто целостное и упорядоченное. И они не ошиблись, потому что мы прекрасно с вами знаем, что планеты вращаются вокруг звезд, что звезды входят в галактики, что галактики образуют метагалактики, и что все это бесконечное, безумное и не поддающееся никакому, даже самому высокому умозрительному восприятию пространства, существует. И тем не менее при всей своей бесконечности каким-то образом увязано. Более того, мы ведь знаем и другое. Мы знаем, выражаясь образно, мы говорим о поэзии, поэтому я не желаю разговаривать, как на парк сапраме. Мы прекрасно с вами понимаем, что звезды и мы состоим из одних и тех же элементов. Вы вообще немножко так себе это представьте. Вот иду я себе по улице, а вот там горит очень не слабого размера звезда. Мы сделаны из одного и того же материала. Просто у нас другая система связей между одними и теми же атомами и молекулами. Это надо хорошо понимать. Так вот, закономерности построения Вселенной, в общем-то, сводятся к очень простым вещам. Я хочу вас, как философу, предупредить, что чем проще закономерность, тем она фундаментальнее. Когда-то была высказана такая идея, что мир устроен настолько просто, что мы даже не в силах понять эту простоту. Вот в чем дело. Нам надо какую-то конструкцию, которая понимается с 29-й попытки. Нет. Фундаментальные законы фундаментально просты. Это железная истина. Основное, что существует в мироздании, и это его закон. Это повторяемость мироздания. Повторяемость отношений и связей. Есть еще синоним. Периодичность мироздания. Ну, представьте себе на минуту сюжет, когда планета, вращающаяся вокруг звезды, перестала быть периодичной в своем вращении, и так это ненавязчиво сошла с орбиты. Дальше объяснять? Я думаю, нет смысла. Представьте себе, что ядро галактики, которая держит эту сумасшедшую и действительно неподдающуюся представлению систему на себе. Ядро галактики сместилось. Уверяю вас, что сместятся все остальные, причем так окончательно. Это называется навсегда. Каким-то образом, почему-то, на протяжении миллиардов лет, это все имеет периодическую структуру. Очень периодическую структуру. Она в математическом выражении, это периодическая структура, очень просто выражается. От нуля до единиц. Узнаете это? Кто владеет компьютерами? Что сделали, когда изобрели компьютер? Взяли вот эту закономерность. Все. И получилась возможность виртуального пространства. Программирование держится на этом. Это называется двоичный код. И не более того. Так вот, двоичному коду, отражающему периодичность, отражающему периодичность, подчинено абсолютно все. И мы с вами тоже. Вот эта ситуация не могла не быть заложена в генезисе человека. Ибо мы ниоткуда не свалились. Есть знаменитый антропологический принцип, который в современной науке крайне популярен. И он очень просто формулируется. Опять просто. Я его воспроизведу. Каков человек, такова и Вселенная. Мы не можем отличаться друг от друга. Мы и не отличаемся. Отсюда вполне понятно. Что то, что этот самый человек делал, то, что он интуитивно чувствовал, поддавалось тем же самым законам. Вот в этом месте стоп. И вот здесь давайте разбираться. Ибо именно с этого места начинает появляться такой баснословный феномен, который мы до конца-то тоже не осознаем, как ту самую Вселенную, как музыка и поэзия. Значит, я же не берусь воспроизводить сцены, которые относятся к жизни Австрала Питека. Вы прекрасно понимаете, что ни фактов, ни информации, ни видеозаписи у меня нет. Но давайте подумаем. Значит, вот два Австрала Питека. Представьте себе. Первый, соответственно, и второй. Они как-нибудь там общаются. Ну, как вы понимаете, они общаются не по системе. Подойди, пожалуйста, сюда. Мы сейчас пойдем на охоту. Это вряд ли. Мы вообще не знаем, как они общались. Они общались посредством интонации. Это понятно? Вот были какие-то. Так сейчас разговаривают птички. Так сейчас разговаривают между собой кошки. И у них богатейшая лексика у этих самых кошек, что мы не понимаем, это наши проблемы. Кошки реагируют на наши интонации. Так кошка – это что, что происходит сегодня? А в кровопятых нет. Коллеги, а мне вообще с вами не обязательно разговаривать. Вот если я говорю «м-м-м-м-м», вы меня поняли? Угу. Поняли? Угу. Все понятно, коллеги. Они так и разговаривали. Они так и разговаривали. И поэтому словесные ряды вышли из вот этой бесконечной интонационности. И навсегда осели в музыке и в поэзии. Навсегда. Сидят там до сих пор. Поэтому, когда мы воспринимаем стихотворную речь, мы воспринимаем два уровня этой стихотворной речи, даже если мы этого не понимаем. Мы можем это не осознавать. Мы воспринимаем два уровня. Один чисто вербальный, то есть смысловой. Те слова, которые там, так сказать, заключены. А второй – интонационный. Но интонация всегда имеет организацию по двум осям. Это две координаты организации интонации. Одна ось – это высотная интонация по высоте. Вторая ось – это временная интонация. Безразмерных интонаций не бывает. Интонация всегда ограничена во времени. И вот эти две координаты – пространство и времени – держат на себе любое человеческое изобретение. И музыку, и поэзию. Потому что в мире, кроме координат пространства и времени, больше ничего нет. Поэтому, когда мы имеем дело с поэтическим текстом, мы имеем дело с пространственно-временной ситуацией, которая каким-то образом приведена в локальное состояние. Можно взять в руки пространство и время? Нет. В поэтическом тексте оно дано вам как чистый случай, как чистая модель. Вот это и есть то, что лежит в основании поэзии. Плюс еще одно обстоятельство, о котором нельзя говорить, не сказать. Значит, вот что такое мы с вами? Я не собираюсь давать определение человека, его так и не дали, и слава Богу, потому что человеку после этого конец. Ибо все то, что определено, подлежит уничтожению. Поэтому человек неопределим, совершенно внятно и определен быть не может. Но есть одно простое свойство, которое фундаментально простое, но без которого нас бы с вами не было. Самый простой ответ на вопрос, что такое человек, выглядит следующим образом. Человек есть система биоритма. Если бы мы с вами догадались о том, сколько в нас установлено часов, то хорошо, что мы об этом не знаем. Мы представляем собой ходячий часовой завод, на котором каждый циферплат имеет свои режимы времени. Мы представляем собой могучую, многократно уровневую полифонию времени. Наши все, так сказать, системы, кровеносная в своем режиме, сердечная в своем режиме, сосудистая в своем режиме, пищеварительная в своем режиме. Когда один режим сбивается, мы идем к врачу. И нам начинают давать таблетки, короче говоря, чинят часы. В данном конкретном случае. Если все секундомеры полетели, простите, мы умерли. Вот, собственно говоря, и все про нас. Мы устроены очень просто в этом смысле, но не дай бог, если циферплат сбился. Поэтому основное, что в нас сидит, это ритм. Так вот, ритм у нас и у мироздания одинаковый. Когда-то в 20-е годы прошлого столетия совершенно изумительный психолог и основоположник сложнейшей дисциплины, которая называется психология и искусство. Это сложнейшая дисциплина. Там она продвигается черепашьими шагами, дико сложная проблематика. Я имею в виду Льва Семенча-Выгодского. Это классик. Он сформулировал в своей психологии и творчестве, есть у него такая классическая монография, принцип, от которого аж скучно такой он простой, как грабли, понимаете? Но этот принцип является базовым. Он имел в виду поэзию. И он сформулировал очень простую позицию. Каждый пишет, как он дышит. Все запомнили. А вот теперь давайте разберемся, кто как дышит, куда он дышит, почему он дышит и так. Мы получили с вами огромный генезис. Он проваливается в миллиардолетнюю эволюцию, там находится и выплывает к нам в виде энного какого-то стихотворения. Настоящий анализ означает расчистить все археологические свои и пройти к основаниям. Это надо уметь делать. Для того, чтобы уметь это делать, надо понимать несколько вещей, знать несколько терминов и вообще представлять себе, как это устроено. Маяковский, который написал когда-то, тоже в начале 20 века, очень скандальную статью, она называлась «Как делать стихи». Он, так сказать, перестал закатывать в глазах небу, изображать человека, на которого нашел аполоническое вдохновение, и сообщил, что с поэзией надо обращаться, как с картонной ложкой. Надо оторвать ей ноги и посмотреть, что у нее внутри, и пересчитать опилки. Вся русская поэзия начала века, изысканная, символисты, акмеисты и все прочие, ахнули от такого кощуства по существу. Грубоватый Маяковский был абсолютно прав. Я предлагаю вам посмотреть, что внутри у этой самой лошади. Давайте, хорошую лошадь, по-моему. Значит, уважаемые коллеги, вначале, чтобы мы не выражались как зоусы, туземцы и прочие люди, которые никак не могут слезть с бананового дерева. Чтобы мы употребляли те термины, которые принято употреблять в слегка образованных кругах. Значит, стихотворение – это сложное слово. У него два корня – стих и твор, так, стихотворение. Это означает, что, как говорят в народе, оно состоит из строчек. Оно состоит не из строчек, уважаемые коллеги, а стихов. Пометьте себе, пожалуйста, что строка стихотворения называется стих. Потому оно, стихотворение, я доходчиво тут выражаюсь, кто ляпнет мне слово строчка, пойдет учиться на специальное стритие. Это ясно? Ясно. Так, едем дальше, уважаемые коллеги. Итак, стихотворение состоит из стихов. Одна строка – есть стих. Это раз. Стихотворение может состоять, и очень часто состоит, из достаточно крупных внутренних структур. Пометьте себе, пожалуйста, что внутренняя структура стихотворения, имеющая смысловую законченность, называется строфой. Внутренняя структура стихотворения, имеющая внутреннюю уже законченность, то есть крупная структура стихотворения, имеющая внутреннюю законченность, называется строфой. Все это себе пометили? Пометили. Строфа – древнегреческий термин, уважаемые коллеги, в дословном переводе означает полурод. Вот. Никто бы не подумал, скажем прямо. Я вам объясню, почему поворот. Я вам все время сговорю и буду говорить, что когда мы имеем дело с таким материалом, как литература вообще, и поэзия в частности, мы всегда куда-то проваливаемся. Даже в самой простой терминологии. Слово «стропа»-то все знают. Знают. Так вот, шутка «Строфа», почему поворот? Вот была античность. Слышали вы такое? Слышали. В античности была драма. Тоже слышали? Слышали. Значит, это была паразитная речь. Мы об античности будем с вами говорить на лекции отдельно, но мне написали, что буду давать «Строфа». Так вот, что собой представляла чисто технически античная драма? Значит, это была огромная, круглая сцена. Это мы теперь говорим сцена. А в античности это не называлось сценой, а это называлось театром. Вот то, что мы называем сценой. А сценой называлась будка на краю вот этого самого круга. Она называлась скена, откуда произошла сцена. И там была возможность актерам менять маски. То есть современная драма, вот это была сцена, а это была круглая площадка. Так вот, на круглой площадке спереди стояли герои, действующие лица. Они пели. Античная драма поется. Там никакой прозы и разговорной речи не было. А за ними полукругом, овалом, стоял хор. Греческий хор не просто тупо стоял, а греческий хор удивительно точно по времени. Как это и это делали, я не знаю. Они двигались. И у них была одна железная закономерность. Если она не была соблюдена, то это значит, что дело провалилось. Зрители просто свистели. А со зрителями в Древней Греции было все хорошо. Там пустых мест не было. Весь город сидел в театре. Нам сейчас это не понять. Представь себе город, который пошел в театр. У греков это норма. Они там жили в этом театре. Ну, у греков, в общем, дело не было. Так вот, пока стоит герой и поет свое, так сказать, поет свой текст. Именно поет. Хор в этот момент идет. Идет на вот таких которых. Они должны были быть выше. Почему? Потому что хор был комментатором. Значит, он-то тут разоряется, что я сейчас здесь вот сделаю вот это и вот это. А хор пока сообщает, ничего не сделает. Боги его уже пробовали. Зритель сидит в зале, то есть в театре этом самом, и соображает их все-таки как? Хор-комментатор. И хор медленно движется. Медленная поступь. Боги не бегают, как вы понимаете. Боги ходят медленно и возвышаются над земными людьми. И вот они должны совпасть по времени. Он закончил свой текст, а они дошли до конца. И когда вступает следующий персонаж, они пошли на поворот. Это понятно? В обратную сторону. Противоположный ход часовой стрелки. И вот этот отрезок времени получил название стропа. Теперь понятно, почему поворот. Мы же люди простые, ничем не обремененные, закончившие нашу любимую школу, которую давно прокляли боги. И греческие, и более поздние. Естественно, об этом не думают. Зачем нам это знать? Мало ли кто там шлялся по сцене на Катурнах, две с половиной тысячи лет назад. Это есть стропа. Вы зелосовы, вы элитовы, обязаны это знать. Все, и без всяких народных разговоров на эту тему. Так вот, стихотворение состоит из строп. Или может не состоять. Стихотворение, не состоящее из строп, называется астрофичным. Приставка а, то есть не, то есть сплошным. Это понятно? Понятно. Зависит от стиля автора, от эпохи. Там куча зависимости. Я сейчас в это не полезу. Мне нужны структурные вещи. Строфы, уважаемые коллеги. Представлены в мировой поэзии в таком количестве, что существует отдельный раздел литературы о ведении, который так и называется. Строфика. То есть наука о крупном членении стихотворения, стихов, как таковых. Строфика. Типы объединения стихов, типы членения стихотворения, пошло-поехало. Строфика. Это увлекательнейшая вещь. И зная, как это делается, посмотреть на строфику того или иного автора, изумительное занятие. Я вам сегодня все-таки на втором части одну штуку покажу. Я понимаю, что рано, но в противном случае вы не поймете, в чем я говорю. Поэтому пока я договорился о том, что существует Строфика, и существует очень интересное персонифицированное название строф. Например, Пушкинская строфа. Например, Онегинская строфа. Например, Алкеева строфа, античный автор, какой-то, по-моему, пятый лет до нашей эры. Строфа Сапфо, знаменитая древнегреческая поэтесса. Пошло, поехало. Может быть, строфа, которую, так сказать, создает конкретный автор. Вот, например, есть знаменитая строфа, бешеная по сложности. Ею написана божественная комедия Данте. Эта строфа на всю жизнь получила название Терцины. Есть строфа, которая равна двойной Терцине. Терцина от слова Терция. Секстина. Весь 17 век развлекался с экстинами, как он мог. Есть сонетная строфа. 14 стихов объединены в одну струфу. И пошло, и поехало, и так далее. Вы просто должны понимать, что их много. И основные, вообще-то, когда читаешь текст, надо опознавать. Очень печально, если ты ее не опознаешь, эту самую струфу. Это мы взяли крупное строение. Ну, примерно, так сказать, такое наиболее видное строение. Однако есть другие принципиальные вещи, без которых понять стихотворный текст и тем более анализировать его практически нельзя. К ним относятся, во-первых, метр, а во-вторых, ритм. И я не по старшинству, кто главнее. Обычно нормальные люди говорят метр, а ритм одним словом. Но выделяют два, и вы поймете сейчас почему. Метр и ритм. От этого возникают еще две. Опять же, страшные по сложности. Дисциплины в теории литературы. Одна называется метрика. Она изучает метры. Вторая называется ритмика. Она гораздо сложнее, чем метрика. Изучает ритм. Значит, тут давайте тоже разбираться. Что имеется в виду? Страха страху. Это все очень интересно. Это молекулярный уровень стихотворения. Молекулы. Насколько вы знаете, молекулы состоят из атомов. Какая мельчайшая единица, но единица, которую можно выделить, лежит в основе того или иного стихотворения. Эта мельчайшая единица называется стопа. Стопа. Очень старое название. Опять проваливается туда же, куда и понятие стропы, и как бы еще не глубже. Значит, стопа имеет два значения. Это, во-первых, базовое понятие теории стиха, стопа. А во-вторых, у человека тоже есть стопа. Вы это знаете, уважаемые коллеги. С какой бы радостью они совпадали. Оба имеют древнегреческий генезис. И та стопа, и эта стопа, это одно понятие. Значит, человечество пока начало интонировать. Помните, я вам рассказывала, как все дута скрывали петеки. А оно ведь до этого раньше начало двигаться. Вы согласны с этим? Согласны. Значит, вот, извините, посмотрите на собственную ногу. И что бы тут с вами не происходило. И какие вы перед собой выдающиеся цели бы не ставили. Относительно своей левой, правой, чуть не сказала, задней ноги. То, соответственно, вы можете сделать только две вещи с этой самой ногой. Вы можете вступать либо с носка на пятку, либо с пятки на носок. Это понятно? Найдите третье положение, пожалуйста. Только на четырех. Тогда ситуация несколько будет веселее. Понятно? Поэтому в основании всякого движения лежит опять знаменитая двойка. Опять два. Либо так два, либо так два. Значит, когда манекенщиц учат ходить по подиуму, это, кстати, страшная головная боль, скажем прямо. Не надо думать, что я вышел и пошел. Это очень нудная история. Так вот, их учат не ходить, как в Красной Армии 18-го года. Первое, чему их учат, не ходить с пятки на носок. Это очень серьезно. Иначе и по подиуму не будут. Попробуйте дома проверьте, или мопотите проверьте здесь. И вы поймете, что это очень неудобно. Как только ты задумываешься, как ты ходишь, ты останавливаешься. Закон сороконожки. Это известная песня. Поэтому здесь это все имеет очень старые корни. Весь балет построен на вот этой вот двойке. Весь. Только там весь ужас заключается в том, что с горизонтальной нога становится вертикаль в классическом балете. Кто не стоял на куанках, можете это хорошо представить. Что значит, вы только что стояли на земле на всей стопе, а теперь вы стояли на одну точку. Это все очень старая история. Испанский танец основан на том, что там есть конкретное чередование. Этой позиции стопы или этой позиции стопы. Если вы этого не умеете делать, вы танцуете барыню, а не фламенко. Это тоже понятно. Понятно. В барыне свое чередование, кстати. И так далее, и так далее. Это очень старые свои. Я просто объясняю, откуда взялась стопа. Воссоздать эту, этот жест следовало на уровне текста, на уровне слова. И оттуда вырастает кратчайший отрезок минимальной стихотворной речи, которая опять же таки называется стопой. Но в этой стопе возможно только два варианта. Стопа может состоять из двух слогов. Это самая короткая стопа. Она никогда не состоит из одного слога. Только из двух. Что, какие у нас комбинации есть в двух слогах? Один может быть ударный, второй безударный. Или наоборот. Один безударный, второй ударный. Все. На этом кончаются все наши полеты. Перестановки из двух, их только две. Это ясно? Ясно. Но это в современных языках. В античности не было ударений. Представьте себе язык, в котором ударений нет. А в античности есть долгота и краткость. Долгота и краткость сохранились только в музыке. Вот там это есть. Кто в музыкальной школе не учился? Я очень рада. А что-нибудь другое? А в школе вы помните, как ноты пишутся или нет? Ну давайте посмотрим, кто помнит. И в качай руку. Да. Да? А куда? Нет, что? А где? Ну хотя бы не успеваем потом со мной работать. Вот это какая? Это четверть тысяч. А вот это с хвостом? Это восьмар. Вот один здесь сколько? Две. Очень расходят. Значит, вот это село в поэзию. Вот это село в поэзию, а не наоборот. Это раньше, чем поэзия. Теперь разбираемся. Если вот это вот нам объединить. Так. Вот он. Стопа в музыке. Стопа в музыке называется тактом. Сколько тут таких сумен? Три. Три. Раз, два, три. Ага. Это будет ударное. Это же легче, чем это. Тогда я это буду так писать. Теперь я это запишу другими значками. Это я пишу музыкальными деятельностями. А я вам это теперь запишу, как это принято в теории стиха у греков. Вот это равна двум этим, да? Все видят или я закрываю? Вот это равна двум этим, да? Мы ее обозначим вот так. В ней таких две. Это легче, чем вот это. Легче. Мы ее обозначим так. Вот греческий вариант. У греков это выглядело так. Раз, два. Это в русском языке возможно? Нет. В русском языке будет раз, два. Поэтому эта формула, эта формула очень известного танца. Он называется вальс. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Греки удавились от нашей расшифровки этой формулы, потому что у них это было раз, два, раз, два, раз, два. Все поняли? Так. Мы теперь все шиньки соображали, назовите все. Говорим в ритме вальса. Во-первых, не в ритме обметрия. Давайте мы про ритм вообще не говорим. Мы говорим про метр. Ритм гораздо сложнее, я его не трогаю. Я говорю про метр. Значит, это можно передать на русском языке? Ответ односложный. Нет. Но русский язык вытаскивает русский, французский, польский, английский, итальянский, все современные языки, вытаскивают из этой схемы только одно. Их две. И то, что у них было долгим, то у нас ударное, а то, что у них было кратким, то у нас безударное. Понятно, коллеги? Понятно. Так, хорошо, если понятно. Если что было? Ну, руку отрубите. Это еще лучше. Давайте. Спасибо большое. Это еще не совершенно вероятно. У меня тут кубка лежала на моих парах, потому что мне понадобится доска. Я же на языке это не покажу. Так вот, губка у приличных людей лежит, а не чья-то, как бы это выразиться, в общем, запчасть. Это нам не надо, это же, ну, как это возможно. Так вот, соответственно, мы выездили. Вообще, вот то, что я только что сказала. Кто-нибудь понял? Хорошо говорю, если понял. Это ясно, да? Так, все. Берем только двусложные стопы. Двусложные стопы только две. Одна – ям, другая – хорейхи. Уважаемые коллеги, я вот вам их рисую не могу. И не дай бог, кто будет их путать. Этого делать не надо. Это детский собеседник. Значит, удар не обозначается. Или вот так, ударный слог. Или вот так. Как хотите. Ну, давайте для наглядности будем так, как на чертых спинниках угрыбны. Это ударный. Это вот так обозначается безударный слог. Все. Вот она стопа. Ударный, безударный называется хорейхи. Это хорейхи. Безударный, наоборот. Безударный, ударный. Называется ям. Сообщаю всем желающим, что ям в русском языке написано 86%. Почему? Это мы с вами потом выяснили. Но факт есть факт. 86%. Базовая строка. Базовая строка для русского языка. Базовый метр. Базовый размер. Как хотите. Трехсложники. Это по два слова. Это, не различные, что вы помните, такти. Такти вот. Ударная, две безударные. Первый трехсложник. Это амфибрахис. Безударная, ударная, безударная, амфибрахис. И анализа. Две безударные, одна ударная. Вот это анализа. Вот один. Их только три в русском языке. Но это в русском языке. У древних греков их было несколько больше, выражаешь очень мягко, в том смысле, что несколько. У них был бакхий. У них было три бакхи. У них было три бакхи. И пошло, и поехало. Очень редкая астрофа для русского языка. Это так называемая стопа. Это пеон. Четырехсложная стопа. Ну, они попадаются редко. Я вам просто это объясню. Пеон детей. Их четыре вида этих пеонов. Вот пеона первый. Раз, два, три, четыре. И дальше, в перестановку ударения, вот это у первой безударной, второй ударной, и так далее. Их четыре. Я бы, может быть, вам это не говорила, но тут кто-то из вас случайно возьмет, про пеоны я бы не говорила, потому что про кто говорить надо, это база. Вот был такой изумительный совершенно поэт. Назывался он Иннокентий Анинский. Один из толков русского символизма. Блистательный поэт. Он, правда, в гимназии был директором, а гимназия была не Абыка Каря, а Циркосельская, которую Пушкин заканчивал. Но этого Пушкина уже давно не было, это все уже 20 век. Он был директором этой гимназии. И в этой гимназии он преподавал латынь и древнегреческий. Следует понимать, что человеком был грамот. И вот у него есть такое стихотворение, которое начинается вот так. Назвать вас вы, назвать вас ты, то он второй, то он четвертый. Современный человек читает и полагает, что автор явно сумасшедший. Какой пеон? Он имеет в виду ничего. А пеон, вот этот вот, который мы сейчас нарисовали, это знаете чего размер древней Греции? Народная песня. Они там пели, извините, на пьянках пеонами. Вот и все. Все очень просто в этой жизни, не надо усложнять. Кроме всего прочего, пеон был как раз тем размером, то есть такой, на который очень хорошо они пели нецензурные вещи. То, что у нас впоследствии называлось частушками. А сейчас появилось такое изумительное направление в современном искусстве, называется гоп-арт. От слова гопник. Вот. Вот это и был их гоп-арт. Но под луной нет ничего. Это было пеонами. У нас теперь про пеоны знают в основном студенты геологических факультетов. То же дело такое. Так, это элементарные стопы. Но стопа, то стопой. Каждый стих, то есть строчка, как вы помните, состоит из стоп. Это вы понимаете? Понимаете. Вот в зависимости от количества стоп и вида стоп определяется метрическая структура данного стихотворения. Что значит выражение четырехстопный ям? Это означает, что в каждом стихе, в каждой строке этого самого ямба четыре двусложные стопы, где первая безударная, а вторая ударная. Это понятно? Пятистопный ям, очень шикарный, распространенный метр, совершенно с определенной выразительностью и так далее. Это означает, что таких стоп там пять. Что значит четырехстопный амфибрахик? Кстати, довольно редкий, как примерно, так сказать, негр в Рязани. Вот четырехстопный амфибрахик означает, что там четыре, трехсложные стопы, где каждая стопа имеет ударение на среднем слухе. Вот, собственно говоря, и все. Все это понятно. Это метр. Уважаемые коллеги, навсегда запомните одну истину. Метров несколько. Основные я вам показала. Я не хочу сейчас влезть в античность, это мы на античности будем разбираться. А ритмов бесконечное множество. Давайте так. С вами разберемся. Шутку и ритм. Ритм есть индивидуализированный метр. Фактически отклонение от схемы метра. Вот что такое ритм. Ритм всегда индивидуален. Метр нейтрален и принадлежит народу. Все могут писать четырехстопным ямпом, но одного мы знаем по фамилии, его фамилия Пушкин, а другого мы никогда не узнаем, и слава Богу. Оба писали четырехстопным ямпом. Это понятно? Понятно. Метр — это вот то, о чем говорил Выгодский, я вам процитиваю. То есть ритм. Каждый дышит, как он дышит. То есть вот индивидуальное дыхание автора, его ощущение времени в рамках этого метра называется ритмом. Он всегда отклонение. У нас с вами, вот мы тут все присутствуем, не может быть одинаковой частоты пульса. У нас по-разному бьется сердце. Главное, что он бьется. Это в метре. А вот как он бьется у Вас и у меня, это, извините, ритм. Это понятно? Понятно. Это очень, конечно, все понятно, но это надо показывать. Поэтому мы сейчас с Вами сделаем перерыв небольшой, чтобы Вы отдохнули, а на следующем полупаре посмотрим, как это выглядит. Хорошо? Спасибо, друзья, коллеги. Так вот, теперь мне нужно отгрызть, как говорите, чувства. Спасибо. Так же пропустили глаза. Коллеги все равно выдернув. Я простая, как правда. Молодой человек. Молодой человек, давайте мы с вами попробуем. Как я зовут? Олег. Так вот, Олег. Давайте позанимаемся стерильной работой совершенно. Значит, я Вам тихтую строчку, а Вы ее записываете, как я вам только что объясняла. Не О, а это делается только так. Значит, Пушкин, это коллеги, они некто неизвестные, очень известный автор. Великолепное, гениальное произведение. На свете счастья нет, но есть покой и вода. Дальше там будет давно иная чудица мне доля, давно усталый раб замысливая побед в обитель мирную трудов и чистых мер. Все писать не будем, записываем первую строчку. Упрощите ее, как Вы бы ее читали. Не как человек сумасшедший, который читает «Мой дядь, дя-са, мы в че, личных правил». Так кто-нибудь читает? Нет. Почему? Это мы сейчас увидим. Это мы начинаем выяснять, чем метр отличается от ритма. Прочите, пожалуйста, сами. На свете счастья нет, как бы вы читали. Но есть покой и воля. И не стесняйтесь, здесь тем равном положении никто же не знает. Нет. Есть покой и воля, так? Помните безударное и ударное, как я вас учила? Это звук сложный или безсложный? На свете счастья нет. Двух или трех? Двух. Да? Калей. Я не двигаю. Кто-то. Ой, никто не будет ни работать, ни учиться. А я пелец. Еще раз калей. Да? Я возмущаюсь. Да? Так, 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 так. Так, очень хорошо. Значит, что мы записали? Отойдите, чтобы все видели. На свете счастья, что мне написали? Сударно. Нет. Ударно. Это все тянется, одна строка. Раз, два, три. Все ли? Дописываем. Но есть. Нет, продолжаем. Одна. Но есть. Но безударный. Но есть. По-кой. По-кой. И. Во. Ля. Сколько? Стоп. Сколько? Стоп. Ту-ку. Две. Шесть. Шесть. Перед вами шестистолкные. На свете счастья нет. Скажите, пожалуйста, вам где-нибудь да надо воздуху набрать? Вдохнуть да надо, а? На свете счастья нет. Но есть. По-кой. Пауза обозначается вот таким знаком. Называется паузный разрез. Она же цезора. Поставьте там, где надо. Нет. Не тут. На свете счастья нет. Вот тут ее надо сказать. Вот она, эта цезора. Смотрите, вот это. Все поняли? Коллеги, кто не понял? Вы мне сразу говорите, это же мы разминаемся, дальше хуже будет. Кто не понял? Вообще, когда мне аудитория не задает вопросы, и нет честного человека, который говорит, не понял я, это значит, что я тут упражняюсь, либо как транзистор, либо как зеленый пупугаев. Не надо, чтобы вы что-нибудь понимали. Все понимают. Хорошо? А дальше поехали. Давно иная чудес на мне доля. Это хуже дело. Здесь мы имеем полноударный, шестистопный ям, потому что у нас шесть стоп, шесть ударений, все стопы на месте. Теперь дальше будет хуже. Только так, не так, как сумасшедшая. Давно иная чудеса мне доля. Давно иная чудеса мне доля. Сколько тут ударений на сколько? Сколько тут ударений на сколько? А нормальные люди, они как десута, так и десута. Надо одно вам нужна вот эта штука? Вот она не нужна. Не нужна честность, оставьте без ударных. И наверняка, я без ударной, ее чудеса мне доля. Вот тут царь мне надо ставить. Долю. Так, уважаемые, теперь поставьте в границе стоп. Сколько стоп? Сколько у вас в условиях образования? Пять. Пять. Перед вами строка пятистопного ямба. Значит, у него первый стих написан шестистопным. Второй стих у него написан пятистопным. Но здесь, посмотрите все сюда. Первый стих мы записали, шесть стоп, шесть ударений. Все видят? Это полное совпадение метра с ритмом. Метр и ритм совпали. Второй стих начинается отклонение ритма от схемы метра. То есть мы имеем первую стопу, два безударных. Все это видят? Вторая стопа нормальная, безударно-ударная. Две стопы подряд безударные. И только пятая идет, как сказать, в нормальном виде. Уважаемые коллеги, безударная стопа называется пир-рихий. Через два эр. Пир-рихий. Прокурсное удаление. Понятно это? Понятно. Это начинается уже ситуация ритма. То есть это индивидуальное отклонение от схемы метра. А там-то, где наоборот не две безударных, а где два ударных, а должен быть безударно-ударный, это называется стопа молос. Через два эс. Античное название стоп. Две безударных пир-рихий, две ударных молос. Молос. Это понятно? Понятно. Спасибо. Посадите. Так. Ничего. Вы понимаете. Садитесь. Спасибо. Значит, уважаемые коллеги, теперь давайте разбираться с вами дальше. Я не случайно показываю вам вот это произведение в графическом или, так сказать, структурном выражении и не случайно сразу показываю вам тот случай, когда есть вот эта вот цезура посредине, паузный разрез. Так я вам напоминаю. На свете счастья нет, пауза, но есть покой и воля. Мы только что сказали, что это стих, написанный в шестистопном ямпе. Это стихотворение написано Пушкину в 1837 году. Через несколько месяцев он будет убит на дуэли, и мы потеряем то, что составляет гордость до сих пор всей нашей славянской культуры. Но у меня здесь, в данном случае, это поздний Пушкин. Все, это написано перед смертью. Так что я вам покажу одно интересное совпадение. Такие все равно, Крежу Андреевичу. Ну, ради кого-то, в смысле. Так. Я оставляю вот это дару. И хочу записать с вами другую штуку. Значит, расстояние 2,5 тысячи лет. Вместо тем, что я сейчас запишу. Когда мы вот это вот у Пушкина смотрим, мы это записали, но мы ничего не поняли. Мы многого не поняли, я вам покажу, откуда начинается, чтобы что-то понять. Вот где сидит источник. Я же начинала лекцию с того, что генезис куда-то проваливается. Это не бред. Значит, Гомер Илеада. Древний образец, как вы понимаете. Первая строка, первый стих Илеада. Гнев богиня Воспой, Ахиллеса Пелеева сына. Записываем графически. Это уж я сама, я уже так никому не могу напрягать. Скажите, пожалуйста, по-другому звучало? Давайте посчитаем. Сначала мыслух. Гнев богиня Воспой. Вы чувствуете после слова гнев дыхку? А если я прочту так? Гнев о богиня Воспой. Удобнее? Удобнее. О прокущенная. Это я говорю о. Гомера о нет. В греческом, если записать это нутами, понятно, почему у него нет кой, понятно, почему мне. Там просто четвертную нуту, надо заменить половину, как мы тут все делаем. Значит, записываем эту же стену. Гнев. Удары. Во-би-ня. Вос-пой. Пауза. А-хи-ле-са-пе-ле-не-ва-сы-на. Перед нами явно какой-то монстр. Давайте разбираться. А что это вообще такое? Записали мы это гранино. Насколько можно перевести на русский язык? На древне греческого звучит совершенно не так. Гнев. Ба-ги-ня-го-с-пой. Это вообще какой разметок? Это двухсложник, это трехсложник. Кто это? Это группа Ям-Хари? Или это следующая компания? Это актиленапфибрахия. Давайте считать, что это написано двухсложниками. Где первая стопа? Вот тут? Да? Гнев. Это какой размер? Там, где первая ударная, вторая бездарная. Харис. Гнев. Но это пропущено. Это я ее дописываю. Ба-ги-ня. Пустая? Перихий. А вот эта двус-пой. Это какая стопа? Вторая яма. А это? Архиле-са-пеле-е-ва-сына. Это двухсложники или трехсложники? Слушайте. Техсложники. Архиле-с-а-пеле-е-ва-сына. Это анапис. Пеле-е-ва-сына. Все трехсложники. Перед вами метрическая структура гиггзаметра. Гиггзаметр. Гиггзаметр старый. Самый старый античный размер. Отличался одной очень интересной особенностью. В нем сидели в свернутом виде все современные размеры. Ну, все знают, что такое авианосец. Вот на авианосце сидят самолетики. Знаете? Знаете? Периодически с него взлетают и кого-нибудь бомбят или пугают. Гиггзаметр – это авианосец. На нем сидят все размеры. Потом они с него плавно взлетят, и начнется мировая поэзия европейская. Это понятно? Понятно. Пушкин, когда пишет «На свете счастья нет, но есть покой и воля», он берет из гиггзаметра две вещи. Во-первых, он берет из гиггзаметра шестистопник. Это раз. И тут шесть. И там шесть. И, во-вторых, он берет вторую отличительную черту гиггзаметра. В гиггзаметре обязательно посредине пауза. «Гнев богиня Воспой» – пауза. «Архиллеса» – пилеева сына. «На свете счастья нет» – пауза. «Но есть покой и воля». То есть это русская имитация гиггзаметра, как шестистопного хореемпического стиха с паузным разрезом или с цезурой посредине. Вот научное название того, что здесь происходит. Откуда взялся гиггзаметр? Это тоже надо выяснить. Откуда взялась пауза? Существует очень красивая гипотеза. Ее терпеть не могли литературоведы марсистско-ленинской ориентации. Это их страшное разгражание. Никак не могли увидеть там классовую борьбу. Но после того, как мы немножко пастыли от марсизма-ленинизма, то есть одна очень красивая гипотеза, которая железно совпадает. У моря кто-нибудь был? Там есть предельный атлет, помните? Так вот, данная ржа, он на берегу писан. Ну а где в Греции было писан, как не на берегу, там ничего другого нет. Понимаете? Там только берег. А он был слепой, по легенде. Экзаметр идет от него. Вот гнев богиня воской прилипал, ахиллеса пилеева сына от медлобной. Это прибой, зафиксированный в ритме стиха. А все, что пошло потом, это уже вариации. Первый, давайте мы с вами проделаем еще одну вещь. Мне надо, чтобы вы практически это как-то начали понимать. Это мы все разбираемся на уровне одной строчки, одного стиха. А теперь давайте. Евгения Негина всех знают? Я успеваю? На ушах. Давайте так. Так знают Евгения Негина или нет? Ну, который начинается с «Мой дядя самых честных правил». Тоже известно? Ну, записываем его. Дядя. Так, коллеги, в этом случае мы имеем дело не просто с определенной ситуацией. Я вам сразу сообщаю, что Евгения Негина написан четверхстопным ямом. Что у Пушкина почти весь Пушкин – это четверхстопный ям. И не случайно для русской поэзии самый удобный, самый элегантный, самый подвизный, самый богатый размер. Это все очень интересно. Но там есть Пушкинская стропа. Пушкинская стропа – это 14 стихов, 14 строчек в стропе. И я вам сразу сообщаю, что все, что мы сейчас запишем, это сделано не интуитивно Пушкиным, а он знал, что он делает. Так вот, представить себе нормального человека, который вот это делает, и при этом знает, что он это делает, практически невозможно. Вот почему Пушкин Генеевич. Ну, вот это простая мотивация. Давайте разбираться. Значит, я напоминаю вам первую стропу Евгения Негина, для всякого, для предыдущего. Мой дядя – самых честных правил. Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука! С больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство! Полуживого забавлять! Ему подушки поправлять! Печально подносить лекарства! Вздыхать и думать про себя! Тогда же черт возьмет тебя! С этого начинается Онегин. Это роман-эпопея в стихах. Смотрим его. Во-первых, там система ритм. Я сразу заодно вам это покажу. А во-вторых, саму страху, какой она имеет вид. И что он вытворяет с метроритмом. Ну, давайте. Пишем. Стих первых. Мой дядя самых честных правил. Полноударные. Четыре. Мой дядя самых честных правил. Все. Первых. А? Так и читаем, как пишем. Метр совпал с ритмом. Мой дядя самых честных правил. Четыре удаления. Все. Четырестопная яма полноударная. Когда не в шут, за ним мог сколько ударил. Когда не в шут, за ним мог. Два. Он уважать себя заставил. Сколько? Ну, конечно. Он уважать себя заставил. Только других делал. Пишем. Уважать себя заставил. Подинокрой? Нет? Где? И правильно. Ловите, я же специально это делаю. Когда не в шутку, за ним мог. Когда не в шутку, за ним мог. Правильно? Он уважать себя заставил. Идентичный строк. Стихи. Все правильно. И лучше выдумать не мог. Сколько ударил? Нет. И лучше выдумать не мог. Посмотрите первые четырех стишек. Первые четыре. Первая строка полноударная. Вторая двухударная. Третья двухударная. Четвертая трехударная. Это называется ритмические вариации. Сразу предупреждаю вас, что в первой строке Евгения Онегина, которая состоит из четырех стихов, даны все возможные вариации русского яма. Как в учебнике. Это обожают у студентов-литературоведов задавать как начальное задание. Потому что это справочник по русскому яму. Это можно сделать бессознательно? Нет. Значит, сделано сознательно. Теперь посмотрите на систему ритма. Поэзия держится на ритме, хотя есть перехнуванные. Поэзия – это отдельная песня. Значит, правило есть такое. Строки одинаковые, ритма там не совпадает, обозначаются одними и теми же буквами. Значит, у нас получается. Но дядя самых честных правил обозначил это буквой А. Когда ни в сутку за ним он. Другая? Другое. Это буква Б. Он уважать себя заставил. А. И лучше раздумать ему. Это так называемая перекрестная ритма. Ритма повторяется через одни. Дальше. У Курсина идет. Его пример другим наукам. Но божьими. Какая скука. Это уже другая структура. Да? Записываем. Его пример другим наукам. Полноударно. Мой дядя самых честных правил. Его пример другим наукам. Он опять дает полноударно. Трехударно. Ну боже мой. Ну боже мой. Какая скука. Ну боже мой. Какая скука. Трехударно. Ритма другая. Ну это же не правил заставил. Так. Обозначается буквой. В данном случае В. Две буквы В. Это мы записали уже шесть строк. А, В. А, В. Вот такая ритма. Называется смешная ритма. Когда подряд ритмуются строчки. Это перекрестное. Это смешное. Так. С больным сидеть и день и ночь. С больным сидеть и день и ночь. Не открадя ни шагу ночь. Опять двойная ритма. Обозначаем буквой В. То есть он дает четыре стихни и два двух стихни. Первая строка четыре. Первая структура четыре строчки. Затем идут две по две. Андрей Юрьевич. На семинаре вы вот это вот тыкручите. Хорошо? Всю строку. Я хочу показать вам одну ступку. Не вытирайте. Андрей Юрьевич, не вытирайте. Да. Не вытирайте. Значит, коллеги. Есть одна очень интересная закономерность во всей мировой поэзии. Назвать ее случайно и никто не берется, потому что подсчитана статистика. Что это за закономерность? Любое произведение, написанное в стихотворной форме, идет по степени уменьшения ударности. Оно обязательно начинается с полноударной строки. И дальше ударность уменьшается. Если у вас был пятистопный ям, вы получите пять ударений в первом стихе. Дальше вы можете их, они будут сокращаться. Четырестопный вы получите четыре, как у Пушкина. Ну, например, это было начало Евгения Онегина. Мой дядя самых честных правил. Вот вам пушкинское начало медного обсадника. На берегу великих волн стоял он, дум великих пол. Надо напихать столько ударений. Но потом он отохнет. И вдаль глядел. Пред ним широко река неслася. Бедный челн по ней струился одиноко. Так что он совсем отохнет. По мшистым топким берегам чернели избы. Здесь и так. Приют у бога бочу конца. Боге ударение. И лез неведомый лучам в тумане спрятанного солнца пред ним чернел. И думал он. Вот это уже Бог. Он же думал, это Петр Первый. И так далее. То есть, вот вам ритм. А метр совершенно тупой. Как был ударный, безударный, ударный, безударный или наоборот, так он и есть. Это понятно? Понятно. Почему об этом следует говорить? Да по простому поводу. Дело заключается в том, что внутренняя ритмическая или метроритмическая, так будет точнее, структура стиха не бывает производной. Она совпадает с эмоционально-образным содержанием текста. Вот это вот дело очень хорошо записывается математически. По системе от нуля до единицы. И очень хорошо выражается графически. И это делали еще во времена полного отсутствия компьютера. Но теперь, когда появились компьютеры, и в компьютер можно заложить программу, которую можно выразить математически, мы имеем поразительную возможность. Мы имеем возможность увидеть график стиха. Как он идет, этот график? По восходящей, по нисходящей. По синусоиде или еще как-то по-другому. Где у него верхние точки, где у него нижние точки. Вот это все дает возможность проследить, где истинная кульминация стиха. Где у автора эмоциональный взлет, где у него наоборот, так сказать, падает на калл и напряженность текста. И так далее, и так далее. То есть фактически вот такие вот записи, это трасса на рентгеновский снимок стихотворения. А рентгеновский снимок стихотворения, это рентгенограмма сознания художника, который это делает. Мы лезем в те глубины психологии творчества, где воистину это находится. Кстати, хочу вам заметить, что без вот этой штуки совершенно невозможно понять, почему, скажем, такой философ, как Хайдеггер, так прицепился к статусу поэзии. Почему Хайдеггер считает, что истина находится в поэзии? Хайдеггер же схемы не пишет. Хайдеггер рассказывает конечный продукт. И поэтому, когда мы начинаем читать Хайдеггера вот так вот, не понимая, что за этим стоит, мы просто не то читаем. Этого нет. Кстати, я хочу вам показать график априори. Я не могу вам его тут считать, потому что у нас на это нет никакого времени. Значит, график первой страфы Евгения Онегина давным-давно посчитан, как график всего Евгения Онегина. Все это посчитано в 1924 году. Совершенно потрясающим поэтом, литературоведом и философом Андреем Беловым. У него есть классическая работа. Так бы надо вам ее прочесть. Это философская работа. Она называется «Ритм кардиолектика». Блистательная работа. И он действительно это все показывает. И показывает, Белый имел одну, так сказать, такую вот, как бы это выразиться, подробность биографии. Он закончил Московский университет по специальности биология, а отец Белого был деканом математического факультета. Поэтому у Андрея Белого, с высшей математикой, было абсолютно все в порядке. А вообще он великий поэт и литературовед, и философ, и основоположник символизма русской литературы. Поэтому Белому ничего не стоит без компьютера математически выразить ритмическую структуру произведения. И Белый навсегда сформулирует несколько тезисов. Что в каждом стихотворении на уровне ритма сидит диалектика мысли, обязательно доходящая до противоположности, то, что и есть диалектика. И что каждый стих имеет графическую выраженность. То есть в стихах заключен смысловой жест. И он дает, это поразительное издание, он дает полный график поэмы Кушкина «Медный церковь». Можно графически посмотреть, как там дела. И он дает полный график Евгения Аниберга. Никто никогда не сумел это опровергнуть, потому что это действительно железно. Вот график вот этой вот первой строки, которую мы мне написали, математический выраженный. И вот полный график, суммарный график из всех строк сложенный всего Евгения Аниберга. Там что-нибудь напоминает? Леру это напоминает. И Аган Сепастиян Бах весь ложится в график Леры. Тоже музыка. Вольтганг Амаде Мусор весь ложится в график Леры. И совершенно каким-то мистическим образом туда, там садит Пустин. График суммарный один и тот же. Там нудный подсчет, надо очень хорошо вводить техникой. Это отношение паузы к стопе. В общем, это сложно. Этим я вас грузить уже не буду, потому что вы ни на какой специальности находитесь. Но вы должны это понимать. А теперь интересный вопрос. Так где греки взяли формулеры? Графики они не считали. Это хороший вопрос, правда? Откуда-то они ее взяли. А я вам объясню, откуда они взяли формулеры. Дело заключается в том, что в основании и поэзии, и музыки лежит математика. А Лира – одна из самых совершенных математических форм по отношению к цену. Вот это мы делаем. Это предел симметрии. Лира была именно интуитивна, а потом пришел некто-бифагор, знаете, какой я имел. И доказал, почему. И вывел музыкальный интервал. Сити-кварты, квинты, один к четырем, один к пятью, один к двум. И математика получила форму. Она получила форму Лиры. А потом ушла словесное искусство. И звуковое искусство. И во временное искусство. Ушла к поэзии. Вот это графики все совпадают. Все. Прекрасно понимаете, где Бах, где Буски. Че кто-то немец? Во-вторых, это русский. Кто музыка? Это поэзия. Я же не случайно сказала вам, что мироздание устроено по одинаковым законам. И как бы мы не поднимали брови, в основании всего лежит математика. Мы ее не знаем. Это другое дело. Но там гораздо более интересное обстоятельство. Она знает нас. Вот это самое главное. Итак, коллеги. Давайте подводить итоги по сегодняшней лекции. Значит, поэзия на месте не стояла. Она развивалась по эпохам. Каждая эпоха и каждый язык вырабатывала свою систему метрики, ритмики и строки. И поэтому вся поэтическая культура, которая в сумме существует в мире, содержит в себе бесконечное количество вариаций, возможностей, отклонений. Я уж не говорю о другом. Я не говорю о том, что европейская группа языков, куда относятся и русский, кстати, язык, и украинский язык, и вся вот эта вот, так сказать, группа, и французы, и немцы, и так далее. Эта группа не учитывает сочетание смысла с интонацией. Значит, когда это восточные языки, то там добавляется третий вектор. Почему это для нас закрыто навсегда? Вот когда я говорю навсегда, то я отдаю себе отчет. Вот, например, вьетнамский язык. Там тоже есть песня про строфику, метрику и ритмику, причем, не дай бог, мы туда пройти не можем. Но это все абсолютно ерунда. Потому что у вьетнамцев это зависит от высоты интонации. Понимаете, это называется так. Если он это произнес высоким голосом, это один смысл. А если пониже, это другой смысл. Дальше приятного аппетита. Поэтому в письменном виде интонации не видно. Значит, мы читаем не то, что он на самом деле произнес. У них резкий перепад между устной и письменной речью. Позавидуйте переводчикам с вьетнамского. Они же переводят. Абсолютно такая же ситуация с пятым вектором в китайском языке. Значит, у китайцев строфика, метрика, ритмика. К этому добавляется интонация. Причем интонация для нас совершенно непередаваемая. Мы не можем это изобразить так, как надо. И там есть пятый вектор. У китайцев это изобразительность. Вот этот иероглиф в этом контексте означает не то, что он обозначает в этом контексте. В конце концов, у нас слово «стол» обозначает одно и то же в любом контексте. Вы это понимаете? У них этот самый «стол», если попал в другую изобразительную группу, то есть он дал другую картинку, он же совсем вообще-то не «стол». А он из лентилона природы. Неплохая разница. Добавьте к этому интонацию. То есть это надо все учитывать. Поэтому на всю жизнь запомните. Когда вы читаете перевод, вы читаете кодовое сообщение, не имеющее или имеющее очень, так сказать, небольшое отношение к подлиннику. Мы еще можем вот тут друг другу что-то рассказывать по поводу европейской группы. Хотя я вам говорю совершенно сразу. Английский язык на русский без потерь не переводится. Немецкий просто не переводится. Когда мы читаем Фауста в лучших переводах, мы читаем не Фауста, а перевод Пастернака. Это совершенно ясно, как Божий день, сюжет Фауста. Но явно в прошлой лекции чтялось какой сюжет. Фабула Фауста, остальное Пастернака. Это понятно? Где йоты не знают. Итальянцы на русский язык не переводятся по простому поводу. Я вам объясню по какому. Значит, мы тут с вами занимались столько математическими вещами. Это все математика. Стих, помимо всего прочего, он звучит. Есть фонетический уровень стиха. Он должен звучать. Коллеги, что такое литерация? Напомните. Это школьный курс. Литерация. Это может быть повторение гласных, это может быть повторение согласных. Это означает организованно выстроенный повторяющийся звуковой ряд. Вот что такое литерация. Ну, например, классические литерации. Обожал их Маяковский. Он вообще классик о литерации. В общем, бешеная по сложности литерация у него попадались. Но они начались гораздо раньше. В русской поэзии есть совершенно классические литерации Пушкина. Например, шипение пенистых бокалов и пунша пламень голубой. А литерация на П, на Ш и на Л. А ну-ка, переведите это на английский язык. С сохранением литерации. Пус. Так обратно тоже не получается. Итальянский язык есть уникальный язык. Весь построенный на литерации. Когда звучит божественная комедия Данте, то это звучит симфоническая музыка. Звенят колокольчики. И у итальянца сплошная литерация на Л, на Э, на И, на Н и так далее. Сплошные удвоения. Звенит божественная комедия. Нельзя перевести. Так вот, у нормальных поэтов стих выстроен по осям. Стихотворение выстроено по осям. Метрика ритмической организации, страфической организации и звуковой организации. Тогда это высший класс. Но самый высший класс, когда всю внутреннюю структуру вы совершенно не видите. Она звучит, как обычная речь. Кто может подумать, что Пушкин, который рисует в первой поэте, в трофе Евгения Онегина, молодого циника, который едет к своему дяде, дядя помирает, с ханжеским видом, содрать с дядей наследство. Но он должен там демонстрировать полное сочувствие. Вот когда заканчивается стропа, вздыхать и думать про себя, когда же чёрт возьмёт тебя. Это же совершенно ясный портрет. Кто может подумать, что за этим стоит вот такая вот математика. Никто. Написано всё очень просто. Ну и кроме всего прочего, уважаемые коллеги, кроме вот этих вот всех звуковых, это надо смотреть чисто практически, кроме всех этих звуковых вещей, есть ещё одна известная штука, но которая уже требует определённого класса. За каждым серьёзным стихотворением стоит длительная предыстория. Каждое стихотворение ссылается на какие-то предыдущие эпохи. И по структуре, и по звучанию, и по стропике там всегда очень глубокий генезис. Поэтому я и говорила вам о том, что расшифровка и нормальный анализ стихотворного текста есть, в общем-то, детективный сюжет. Вы каждый раз проваливаетесь в смежные ассоциации. Ну, а то, что в стихе выражается образ и так далее, это всё общие места, я об этом говорить не собираюсь. Этим тоже статика занимается. У меня сейчас другая роль. Но последнее, что я вам действительно хочу сказать. За каждым стихотворением обязательно стоит некто, который не стареет, не умирает и никуда не девается. Он называется лирический герой. Я хочу вам сразу сказать, что поэзия представляет собой феноменальную вещь в одном ещё вопросе. В том, что сама она состоит, как я вам говорила, из осей пространства и времени, и вы это видите. И времена там скользят, временные векторы скользят и так далее. Но то, кому от имени кого произносится сия поэзия и который называется лирическим героем, он не имеет временных рамок. Вот когда в поэме «Медный всадник» произносится «Люблю тебя, Петра, творение», «Люблю твой строгий стройный вид», о Петербурге, соответственно, это говорит Куршкин, пишет Куршкин, а говорит лирический герой. Когда говорится «Я вас любил, любовь ещё быть может», это говорит лирический герой. Когда гениально совершенно Пастернак, кто, кстати, читал Пастернак? Спасибо большое. Кто, коллеги, читал Пастернака? Коллеги, нельзя не читать Пастернака. Лучше вообще не читать. В смысле, не умеете. Так, это вот уже беда. А когда мы стоим? Вы видите степень оплачиваемости Пастернаком, да? Видите? Коллеги, давайте я вам прочту участие творения Пастернака, а? Молодой Пастернак, совсем молодой Пастернак, вашего возраста, вашего, да, и не столько, сколько вам сейчас второй вид, правильно? «Февраль, достать чернил и плакать, писать о феврале на взрыв, когда грохочущая слякоть весною чёрно ударит, достать пролёт, зашить гривен, через благорель, через плит колёс, перенестись туда, где ливень ещё сильней чернил и слёз, где, как обугленные груши, с деревьев тысячи качей сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть над ночи, где так рожбалины чернеют, где ветер кликами изрыт, и чем печальнее, тем вернее слагаются стихи на взрыв. С мальчик вашего возраста. Смотрите, какая арка. «Февраль, достать чернил и плакать». И конец. И чем случайнее, тем вернее слагаются стихи на взрыв. Всё-таки на взрыв. Это можно анализировать так, 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 но это состояние мира. Это Пастернак пишет. Никому из вас не было февраля грустно, а? Было. Ну и что, что это было почти сто лет назад. Удачи, коллеги. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова